Мы находимся накануне замечательного, светлого праздника, несмотря на то, что это горький праздник, с другой стороны, праздник Дня Победы, и поэтому сегодня наш эфир посвящен этой теме. И в нашей студии доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Аркадьевич Литвиненко. Здравствуйте, Владимир Аркадьевич. Рад вас видеть. С наступающим вас праздником. Владимир Аркадьевич, конечно, тема тоже достаточно тяжелая по одной простой причине. Вы знаете, вот сегодня в Красноярске открыли памятник. Памятник строителям мирной жизни. И это замечательная история. И в то же время я открываю сводку новостей и читаю. Семиклассница из Омской области во время прямого эфира в Инстаграм вместе с подружкой поджарили крабовые палочки на вечном огне. Ну и тут, знаете, просто даже не хочется об этом рассказывать. О том, как подросток затушил вечный огонь в кашире с помощью снежков. Это было в начале 2018 года. И так далее и тому подобное. Я все время думаю, память. Память о подвиге тех людей, которые положили свою жизнь для победы, для того, чтобы наша страна осталась независимой. Как это все может сочетаться? И кто в этом виноват? Ну, историческая память – это вообще очень сложный феномен общественного сознания. Он передается из поколения в поколение. Это представление Сосуму об историческом прошлом. В ней очень много пластов, которые фиксируются различными путями. Но смотрите, вот извините, что я вас перебил сразу. Есть понятие истории. Чем занимаетесь вы историки? Есть историческая память. Ведь память – это моя личная память. Какая может быть личная память у подростка? Только то, что ему передали родители, только то, что ему передала школа и социальная среда. А что ему передает социальная среда? То, что мавзолей драпируют к 9 мая, а правительство сидит к нему спиной? То, что 7 ноября мы празднуем День воинской славы? Парад 1941 года. А парад чему был посвящен? Ну да, это тоже часть нашей истории. Нам говорят и в учебниках истории, и, скажем так, некоторые официальные лица, что войну выиграл русский народ. А вот власть советскую русский народ не любил. Это как понимать? На параде 1941 года, единственный случай, кстати, в истории, войска шли с полностью заряженным оружием. Чего ж никто не стрельнул? Нет, Владимир Аркадьевич, давайте не переоргивать факты. Ведь посмотрите, когда люди шли на защиту своего отечества, что они говорили? За Родину, да, за Сталина. За Сталина. Но они не говорили за Верховный Совет, за ЦК КПСС. Нет, конечно. Они говорили за Родину в первую очередь. Правильно, за Родину. Сталин являлся олицетворением этой Родины. Потому что в Советском Союзе, вопреки тому, что распространил Хрущев на Зависковском Союзе, культа личности не было. Но культ вождя был. Смотрите, да. Это разные вещи. Это разные вещи, понятно. Но смотрите, если мы затронули сразу память. Была Первая мировая война. Да. В истории России, царской России, это была тоже отечественная, это была тоже мировая, это была тоже война мира. Например, где сейчас кладбище этих людей, которые погибли на полях Первой мировой войны. Вам сказать, да? Вот, например, было гражданское кладбище, вы знаете, ветеранов, в районе метро Сокола. Что там теперь на этом месте? Кинотеатр Ленинград. Это разве не память? Мы сами стирали эту память, которая была... А теперь мы требуем... Понимаете, дело в том, что не мы ее стирали. Во-первых, эта война была проиграна. Почему русский народ не захотел досидеть в окопах до победы полгода? Ну, ведь не захотел же. Ну, послушайте, мы сейчас не будем говорить, потому что это очень большая тема. Во-вторых, память о... Кто раскачивал эту лобку? ...империалистической войне стерлась гражданской войной, не менее кровопролитной, может, даже и более. Вернее, не кровопролитной, а кровавой. Потому что уровень кровавости и кровопролития, количество жертв, это тоже разные вещи. Гражданская война непримирима. Трагедия гражданской войны... Вообще, трагедия классическая по Шекспиру, это когда оба правы. Так вот, начальный период войны гражданской, и белые, и красные, по-своему, были правы. Вот трагедия настоящая. Я понимаю, но, опять-таки, если мы говорим об истории, ведь история Первой мировой войны, это все равно подвиг наших русских солдат, российских солдат. Защитников крепости Осовец мы помним, а так, о мертвых. Но, к сожалению, не все. Я своим студентам на лекциях об этом напоминаю. За это спасибо. Потому что это наша история. К тому же, понимаете, историческая память, она не может быть всеобщей. Нельзя помнить все. Помнятся наиболее яркие, наиболее жесткие события. Вот смотрите, вот сейчас вы правильно... И наиболее близкие. Да, вот мы правильно подходим к этому вопросу. Ведь моя человеческая, историческая память, это, в первую очередь, эмоциональная память. Это эмоциональная память, которая заставляет меня идти с плакатом моего деда в бессмертный полк, потому что это память о моем деде. Но ведь согласитесь, что в советское время была одна, скажем так, не самая, вот для меня, например, не самая приятная история. Отличная. Я, знаете, я считаю, что вот вечный огонь, могила неизвестного солдата, это действительно очень важные вехи на пути, скажем так, историзации того или иного события. Но если говорить о личном, сколько людей до сих пор не похоронено и лежат в полях, болотах Белоруссии, Украины, это личная память моя. Я до сих пор не знаю, где похоронен мой дед, который вот там, в Горловке, принял войну и погиб. Мой пропал без вести. Понимаете, в чем дело? Это я просто почему? В 44-м. К сожалению, у нас очень часто иногда память могилы неизвестного солдата подменяется личной памятью. Понимаете, нельзя похоронить всех. Это расхожая фраза, конечно, есть такая. Но американцы могли, французы могли, англичане могли. Вы сравните количество потерь. Это другой вопрос. Здесь согласен. Это не другой вопрос. Это же самый вопрос. Я знаю, что только в Саленградской битве погибло столько же, сколько наших солдат, сколько погибло всех американцев во время Второй мировой войны. Совершенно верно. К тому же, ну вот стихотворение Твардовского, помните, когда прощались с товарищами впервые, с друзьями мы впервые под эти залпы. То есть во время войны мы были с ними как бы наравне, и разделял нас только лист учетный. И дальше идет перечисление, с кем они прощаются. С тем, кто вчера в строю стоял. С тем, кто погиб под Волгой. С тем, кто лег в полях под Москвой. И с теми, кто не мог рассчитывать даже на святость их покоя. То есть у нас это другое отношение. Нельзя похоронить всех, когда война шла на уничтожение. Когда война, американцы как воевали? 25 боевых вылетов, и ты свободен. 25 атаки, ты свободен. Война для тебя закончилась. Индивидуально все условия и госпитали, все что угодно. И сколько американцев пропало без вести на Тихом океан Театре военных действий, не знает никто. Они потери скрывали. То есть когда ими занимались по-настоящему, там тоже были большие проблемы. А что касается Европейского театра военных действий, не умаляя храбрости союзников, давайте посмотрим на их операции. Эрри Ломейн, который превозносится как крупнейшая операция Второй мировой войны. Восьмая танковая армия. Восьмая армия Монтгомери. 400 танков против 36 танков Ромеля. У нас это даже не назывался бой местного значения. А подо что проходила операция? У нас, кажется, Сталинград был в это время. Да. Сицилия. Курская битва. Высадка союзников в Нормандии. Операция Багратион. Одна из крупнейших операций в истории военной. О чем тут вообще говорить? Вернемся, Владимир Аркадьевич, все-таки к памяти. Давайте. Скажите, возвращаясь к памяти, к памяти о войне, о любой войне. Откуда вообще пошло вот это памятные знаки, посвященные той или иной битве или тому или иному герою, который защищал кровью свою страну? Ну, мы начали с городов-героев, да? Да. Вот города-герой, например. Город-герой. Значит, официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года, когда Президент Верховного Совета СССР своим указом утвердил положение о высшей степени отличия званий город-герой. В тот же день звание было присвоено Ленинграду, Волгограду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. А Брестской крепости – призывание «Крепость-герой». Ну, далее. Городам-герой обращался в орденении и так далее. Звание «Город-герой» удостоены 12 городов на сегодняшний день. Волгоград, Киев, Ленинград, ныне Санкт-Петербург, Одесса, Москва, Севастополь в 1965 году, Керчь, Новороссийск в 1973, Минск в 1974, Тула в 1976, Мурманск, Смоленск в 1985. Звание «Крепость-герой», Брестская крепость в 1965 году. Два из них, Киев и Одесса, находятся на территории Украины, два – Минск и Брестская крепость на территории Белоруссии. Ну, да, другие государства. Одно из них не совсем дружится, но Киев и Одесса, они же никуда не делись. Никуда не делись. И в нашей памяти они есть. Далее. 9 мая 2006 года принят федеральный закон о почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». Значит, кратенько зачитаю положение. Ну, Владимир Аркадьевич, давайте мы не будем, наверное, читать, потому что... А оно маленькое. А вы знаете, в чем дело? Мне кажется, людям гораздо интереснее это личное ощущение, личное переживание одного или иного человека. Личное переживание. Вот смотрите, вот я, например, когда в детстве гулял по аллее памяти около Кремлевской стены, мне всегда было приятно, что Москва — это город-герой. Я думаю, ну как же так происходит? А почему тогда, например, другой не город-герой? И мне казалось, что все хотят, чтобы их города были городами-героями. И это было в моей генетической памяти. Почему сейчас мы не понимаем и не воспринимаем так героические поступки и не понимаем, что наш город — это тоже одна из больших вех на пути к победе? Понимаете, есть такое понятие, как фоновое знание. Так. То есть знание, которое получено не из учебников, и даже не от мамы с папой, а от окружающей среды, от каждодневных передач по радио, от песен, которые исполняются, от передач, которые по телезору, от плакатов, которые городу, от праздников, от мероприятий. Вот все вот это. Мы в третьем, четвертом классе знали, кто такие пионеры-герои. В первом классе знали. Кто ходил в детский садик, в детском садике знали. Понимаете? Это вот... А скажите, а почему... А сейчас это фоновое знание, его сейчас нет, оно вычеркнуто. А скажите, почему? Что так сложно, например, ввести в школьную программу хотя бы, как у нас раньше были, урок мужества? Это называется идеология. А она запрещена Конституцией. Какая же это идеология? Государственная идеология запрещена Конституцией. Статья 13 основного закона Российской Федерации. Подождите, а какая это идеология? Если мы говорим о подвиге детей, людей... Это идеология. История всегда идеологична. Это я с вами согласен. Безусловно, любая история — это отражение того, что происходит в нашей действительности. Если мы строим капитализм, а Великую Отечественную войну выиграл Советский Союз, то как-то вот двойственно получается... Значит, вы хотите сказать, что это сейчас заговор против нашей советской истории? Это не заговор, это двойственное положение того, что происходит в России. Очень двойственное. С одной стороны, мы празднуем Парад Победы и драпируем мавзолей. А знамена, поверженные фашистской Германией, куда бросали? К подножью чего? Затрапированного мавзолея? Так это какой парад? Мы о чем вообще говорим? Но подождите, но с другой стороны, есть же просто память. Нет, просто памяти не бывает. Смотрите, я говорю, еще раз, вот смотрите, мы возвращаемся опять-таки к фронту, к атаке. За Родину. Я говорю еще раз, ведь не говорили за Советский Союз. Нет. Говорили за Родину. За Родину, но подразумевалась Родина. Какая? Ну, знаете, для каждого Родина была своя. Оскажите мне, пожалуйста, вот вы как история, Владимир Аркадьевич. Я, знаете, я долгое время думал, мы, конечно, все прекрасно знали про партизанское движение. И это действительно в тылу врага организовывается для того, чтобы давать отпор фашистам. Но я узнал количество, как это говорится? Коллаборационистов, да. Я узнал количество людей, которые предали свою Родину. Стали полицаями, служили в СССР, в СДР. Сколько их было? Значит, цифры разные. Ну, вот примерно. Приводится цифра от 450 тысяч, от тех, которые конкретно с оружием в руках, до миллиона, участвуя всякие администрации. Это чудовищная цифра. Это чудовищная цифра людей, которые предали свою Родину, продолжали служить на благо фашистского режима. Почему об этом не помню? Одни были идейные, вторые спасали свои жизни, третьим было все равно. Вот. Такие тоже были, увы. И ведь и трусами их, пожалуй, не назовешь, храбро сражались. Да. До последнего дрались, опять-таки спасая свою жизнь. Почему мы об этом не говорим? Так это не говорим. В этом пишутся и статьи, и монографии, и конференции проводятся. Смотрите, я сейчас, Владимир Аркадьевич, я почему, как бы, да, почему я так завелся по поводу памяти? Есть две страны, было две страны. ФРГ и ГДР. Да. Вы знаете, и та, и другая страна, это были одна часть, часть единого целого, германского, фашистского, нацистского государства. Как после войны ФРГ стали относиться к своей истории, к нацизму? Вы знаете, да, либерализм, да, все время дискуссии, да, определенная табуированность темы, но все равно они постоянно обсуждали, и самое главное, они постоянно, что они делали? Они постоянно гвоздили фашизм, они постоянно говорили это плохо. Что было в ГДР? Совершенно обезличенное антифашистское движение, антифашизм, не поднималось тему вообще, она была закрыта. После того, как все объединилось, это к вопросу о том, как относиться к фашизму. Где сейчас основные очаги него фашизма в Германии? Вы знаете, это восточная Германия. Получается, что неправильно было организовано отношение к своей истории. И где тогда правда? И как мы должны воспитывать свою молодежь, чтобы у нас не было расков неофашизма, которые сейчас возникают? Раски неофашизма никуда не делись. К сожалению, в 45-м году мы не уничтожили фашизм, мы уничтожили германский вермахт и войска СС. Сама идея, конечно, иногда будет очень привлекательно. А фашизм, ну, во-первых, была сохранена элита. Во-вторых, была сохранена система смыслов. Была сохранена культура. Как вы думаете, могла германская элита все это проделать в условиях тотального разгрома? Нет. Нет, конечно. Значит, ей помогли. Кто ей помог? Да, тот, кто их создал. Дело в том, что германская элита не пострадала. Они же не идиоты становиться во главе проекта. Потому как закон политического развития о том, что элита, провалившая свой проект, отвечает за это поголовно. Вы знаете, Владимир Кач, я... Они наняли Гитлера. Извините, что я вас прервал, потому что я посмотрел документы Нюрнбергского процесса, оказалось, что, например, Ялбершахт, это финансист, который заложил основы фашистской Германии, нацистской Германии, который привел, по большому счету, экономически к Гитлеру к власти, был оправдан по этому процессу. И дожил до глубокой старости. Они все были оправданы. Вы знаете, что гестапо не было призвано преступной организацией? Как? Вот так. Это гражданская организация, она не входила в структуру СС. Об этом мало кто знает, но гестапо не входило в структуру СС. Каждый отдельный гестаповец мог быть членом СС как отдельной организации. И защитник Соединенных Штатов сказал, что мы не можем всю организацию называть преступниками из-за действий ее отдельных представителей. А вот вы знаете, смотрите, вот нас... Даже СС пытались не представить преступную организацию, номер уже не прошел. Ну да. А вы знаете, Владимир Аркадьевич, смотрите, вот по большому счету наши слушатели, они очень точно реагируют на наши слова. Они говорят, вот смотрите, вот обратите внимание, вы даже предатели называете коллаборационистами. Это уже определенная подрывная идеология. И я, в принципе, с этим согласен. Потому что это предатели. Но мы находим, да, действительно, мягкие слова для того, чтобы не оправдать, но, по крайней мере, как-то принизить. Да нет, почему принизить? Предатель, он и есть предатель. Просто коллаборационизм, это общепринятый исторический термин. Но вы знаете, как подмена одного другим, да, заставляет... Немножко по-другому, смотрите же. Вот мы только что говорили с вашим коллегой Евгением Юрьевичем по поводу немцев, и что они собирались сделать на территории Российской Федерации. Ну, на территории Советского Союза. Тотальное уничтожение. Поле. Зачистка. Выжженное поле. Кто-то сейчас об этом говорит. Даже некоторые говорят, да что вы, что вы. И я думаю... План ОСТ найден, переведен. Многие годы наличие самого плана ОСТ отрицали, его нашли. И еще, смотрите, возвращаясь к памяти, к памятникам, с которыми постоянно воюют все наши союзные республики бывшие. Я понимаю, у нас на самом деле есть определенный код. Несмотря на то, что мы живем в разных теперь государствах. Но это был единый код общей нации, общей народа, который... Вот этот код и нужно разрушить. Против этого идет война. Да. И я понял вдруг, что это целенаправленная война, чтобы разрушить этот код. Чтобы мы не были связаны никак друг с другом. Украинцы с русскими, с белорусами. Я понимаю, что история, вот эта историческая память о Великой Отечественной войне, это единственная точка сборки, которая у нас осталась. Раньше была Российская империя, потом была Коммунистическая партия, которая была суперплатформой, на которой сейчас нет ничего. И память о Великой войне, в которой мы все принимали участие, ну, наши деды, наравне всей национальности, как сказал Мусат Жалиль перед расстрелом эсэсовцем, для вас мы все русские. И в этом вот вся правда. Вот это хотят разрушить. Для чего? Понимаете, вот вы говорите, вот была Первая мировая, была Отечественная, ее хотели сделать Отечественной, не вышло. Если бы Первую мировую смогли повернуть как Отечественную, были бы наши войска в Берлине. Были бы. Но в том-то и дело, что Первая мировая война так и осталась империалистической. Ну, сейчас не будем вдаваться в подробности, но возвращаясь, опять-таки, к исторической мысли. Не к памяти, а к исторической мысли. Вы знаете, понятно, что уничтожают памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Бог с ним. Действительно, многие из этих памятников были действительно не художественно, скажем так, не шедевры. Но вопрос стоит не в этом. В последнее время я заметил, что много историков из бывших союзных республик говорят о том, что о вкладе нашего народа, нашей республики, ну, хорошо, в общую победу. И тем самым получается, что мы опять нас стараются разъединить. Даже здесь, аккуратно так, из-под воль. Ведь это был единый подвиг одного народа под названием народ Советского Союза. Понимаете, это вопрос политики. Они историки своего государства. С Москвы хоть один сигнал к объединению был? Не был. Ну, нет. Экономика. Экономика — это не всё. То есть, получается, можно манипулировать как этими женщинами низкой и социальной... Дело в том, что историческая память, вот профессор Синявская пишет по этому поводу, поэтому можно констатировать как закономерность динамику исторической памяти. Потому что в ментальной, а не документальной, зафиксированной в письменных источниках, как историческая память, всегда остаётся очень ограниченное число единиц хранения. Вот что мы помним. Своих родственников участвовали в крупнейшее сражение, ближайшую войну. В результате, как закономерность, отмечается динамика исторической памяти, трансформация её структуры, значимости, смысла, а следовательно и возможность манипуляции. Так вот скажите мне, а как можно противостоять этой манипуляции? Как сделать так, чтобы наши братья-болгары вспомнили о героях Плевны? Как сделать так, чтобы поляки вспомнили о том, как мы спасали Краков? Понимаете, правительство пилсутчиков об этом вспоминать не будет. Они от фашистов отвечаются только названием. Тогда получается, надо что, всё, опустить руки? Зачем же опускать руки? Пусть будет всё как будет. Пусть у каждой страны будет своя история, посвящённая Великой Отечественной войны. Во-первых, необходимо строить свой полюс силы. Законы политической физики мало чем отличаются от законов физики обыкновенной. К полюсу силы будет идти притяжение. И в первую очередь тем, которые нам действительно многим обязаны и в народной памяти это есть. Поговорите с простыми болгарами. Они ведь не думают так, как болгарская правительство. Конечно, нет. Поговорите с простыми поляками. Но когда полюс силы заработает по-настоящему, когда они поймут, что за океанского дядю, надеяться, не приходится, он не будет за них воевать. Я удивляюсь полякам. Но им же один раз уже показали. Всё показали в 1939-м. Смотрите, хорошо, боксим с поляками, с болгарами. Вернёмся к нашей стране. Но почему тогда, вот я читаю эти сообщения из разных городов, когда вдруг... А откуда берётся мальчик из Уренгоя? Коля из Уренгоя. Милый мальчик. Милый мальчик. И ведь его защищают на государственном уровне. Мол, чего вы мальчика травите? Он сказал то, что он думал. Его же научили, ему дали, прочитали. Он что, не соображал, что делает? Ему 17 лет. Это государственная политика. Но подождите. Сейчас в данном случае мы не можем так говорить. Почему не можем? Как вот в преддверии Дня Победы хотите сказать, что мы сами себе роем могилу? Да. Понимаете, пора определяться. Мы вообще кто? Мы наследники Великой Победы. Тогда почему мавзолей затрапирован? Ну, с мавзолеем бог с ним. Понимаете, что дело? К сожалению, да. Мы учим экономику в высших учебных заведениях. Мы не понимаем, что эту войну нельзя было выиграть без превосходства советской экономики. Где рыночная экономика была в Европе? За 44 дня все легли. Где их демократии? Где их самый лучший в мире строй? 44 дня на все. Но с другой стороны, давайте не будем тоже опять передергивать факты первые дни войны, первые месяцы войны. Подождите, первоначальный удар сдержать невозможно. Вот в принципе. Потому что вы защищаете всю границу, вы обязаны ее защищать. А противник создает оперативные плотности. Мы сейчас, конечно, встаем на такую позицию. Ведь, понимаете, в чем дело? Говоря об истории и памяти, почему до сих пор не открыты все архивы, посвященные первым дням войны? Во-первых, нельзя. Почему нельзя? Есть материалы совершенно секретные. Понимаете, в чем дело? Я работал по открытию архивов, будучи еще офицером, начальником отдела Института военной истории. И многие из нас были категорически против того, чтобы все архивы открывались. Знаете, то, что там написано, это одно. Там... Ну, конечно, все можно, скажем так, интерпретировать. Нет, дело даже не в этом. Интерпретировать. Дело не в этом. Посмотрите на американцев, на англичан. Они что, архивы открываются? Нет. Но дело не в этом. Смотрите, я объясню вам, в чем дело. В оперативных документах скрыта, закодирована формула принятия решения. Как в Русской армии, в Русской армии принимаются решения? Они этого понять не могут. Ее нельзя раскрывать. Ну, смотрите, но с другой стороны, если мы говорим о памяти, и чтобы дети, наши дети, правнуки, внуки, чтобы они все время помнили о этой войне, они должны знать правду и правду геройских поступков. Правильно. А если мы не знаем о том, что произошло... Как это не знаем? Все описано. Все сражения Великой Отечественной войны, вот именно боевая история, описаны скрупулезнейшим образом. Скажите мне, как же так произошло, что в первые дни войны, за несколько дней до войны, на границе Союза были стянуты все войска. Была... Забыл это слово, вышел прямо на нервную почву. Я понял. Это была мобилизация. Да. Мы стояли и ждали. И мы проиграли. Мы не проиграли. Мы не проиграли. Как это не проиграли? Первые месяцы, все. Откатились до Москвы. Как это произошло? Понимаете? И очень часто многие говорят, это Сталин виноват. Это виноват. Я занимался начальным периодом войны, скажем так, достаточно подробно. Каждой, каждым направлением. Каждой стратегической операции оборонительной. Которые для нас сложились, естественно, неудачно. Оперативного успеха, по-настоящему стратегического успеха, это отмечал фельдмаршал Монштейн. Германский вермахт достил только на центральном направлении группа армий «Центр». То есть генерал армии Павлов был не на своем месте. Ну, не тянул он на командующего фронтом. Вот в этом Сталин виноват. Он ему доверял, после Испании особенно. Брестящий танкист. Командир дивизии, цена ему красная. Преподаватель Академии границей танковых войск. Пожалуйста. Но командующего фронтом это было слишком. Он дважды герой Советского Союза, генерал армии. Ну, вот видите, я прикрываю этого, слышал. Все остальные фронты поняли директиву командующего. Авиация Балтийского флота, Черноморского флота, Северного флота была поднята в воздух за час до войны. И немцы там получили по полной. На Южном фронте, Юго-Западном, немцы вообще границу перейти не смогли 11 дней. А дальше Кирпонос планомерно отступал к линии старых укрепрайонов. И вдруг у него в толу появляется группа армий «Центр», потому что Западный фронт рухнул. Это нанесло колоссальный ущерб. Но дело в том, что война – это не только бой. Война – это не только сражения. Война – это эшелоны, которые идут на Запад. Сутки рота держится. Час лишний продержал. А сколько эшелон за час пройдет? Он уже вышел из зоны бомбардировки. А там заводы. Там будущее победы. И потом все забывают. Вот Сталин не знал, Сталин не предвидел. А куда вывозились заводы? Вообще представьте, заводы – это 160 эшелонов. Не вагонов, а эшелонов. Их повезли за Урал. Куда? Подождите, представьте, куда? Это же надо разгрузить. Это нет, это все понятно. Надо поставить. Но смотрите, Владимир Аркадьевич, вот вы сейчас сказали, и у меня сразу возникает вопрос. То есть, мы нам постоянно говорим о том, что Сталин не знал вероломное нападение Гитлера всех войск на нашу страну. И в то же время, оказывается, мы все знали. Все знали, готовились. И получается, понимаете, что у меня, как у простого гражданина, возникает двойственное состояние и ощущение, а что же было в начале войны? И от этого подвиг ни в коем случае не становится менее подвигом. Во-первых, был пакт о ненападении. Во-вторых, было заседание американского правительства, на котором американский президент заявил, цитирую, если конфликт Советского Союза и Германии будет хоть в какой-то степени спровоцирован русскими, Америка объявит о нейтралитете. Что Сталин должен был делать? Но зачем тогда до сегодняшнего дня мы постоянно муссируем этот факт, уже который на самом деле не факт, о внезапности нападения? И тем самым мы на самом деле, к сожалению, подрываем... Да не подрываем, понимаете, опять-таки внезапность нападения. И с этим вопросом разбирались. Очень сложный вопрос. Дело в том, что у Сталина на столе, представьте себе, две громадные стопки документов. Я знаю, да, но я видел их. Заслуживающих всяческого доверия. Одни говорят, что война будет, другие нет, кому верить. Дело в том, что Гитлер сам не знал, будет война или нет. Он пребывал в нерешительности. Он постоянно отменял, постоянно переделывал. Он сам не знал. Поэтому разведка и дергалась. Что касается внезапности нападения, понимаете, война без объявления таковой всегда внезапна. Вы знаете, что вот это враг. Вы знаете, что он обязательно нападет. Но вот сегодня все говорят, будет Третья мировая. Что мы катимся к Третьей мировой. Об этом говорят все. Но начнется она внезапно. Ну, надеюсь, что не начнется. Ну, нет, естественно. Это я просто метафору привел. Спасибо, Господь. Владимир Аркадьевич, и возвращаясь опять к вашему разговору о том, что сейчас не та идеология для того, чтобы поддержать наш боевой дух, наши отношения к Великой Отечественной. Смотрите, мы с вами ведь разговариваем. Тем самым мы открыты и говорим о том, что это подвиг. Правильно. Хотя, на самом деле, я тоже, видимо, нахожусь в каких-то капиталистических отношениях со своим руководством и так далее и тому подобное. Ну, понимаете, во-первых, я почему говорю о двойственном положении? Это мое мнение, может быть, но я убежден, что это так. Вы гражданин, я вижу. Ведь капитализм основан на протестантской этике. Ну, просто. Я понимаю, что вы тоже говорите. Это и православные. В России капитализма-то никогда не было. Были элементы капитализма. Но капитализма, как такового, не было. Думаете, колхозы Сталин придумал? Разработка собственного его императорского величества канцелярия еще 16-го года. Сталин ее просто в жизнь притворил. А жестко получилось, потому что коэффициенты пересчитывать было некому. Ее-то считали на нормальную страну, без гражданской войны, без разрухи. Это не единственный пример. Хорошо. Давайте вернемся, Владимир Аркадьевич, вернемся к истории. А скажите мне, пожалуйста, вот вы как историк, возвращаясь к исторической памяти, а как надо относиться к истории, тем более истории войны? В миноре или в мажоре? Понимаете, нельзя относиться к истории войны... Простите, что я вот так это ковыдаю. ...не в миноре, не в мажоре. Во-первых, историю войны, тем более такой войны, которую выдержало наше государство, ее надо для начала просто знать. Я не говорю знать на уровне профессионала. Но хотя бы на уровне движения. Но хотя бы кто такой маршал Конев, маршал Жуков и маршал Говоров, любой студент знать обязан. Не знают? Нет. Да что там студенты, интеллигентные люди, вполне себе патриотично настроенные, которым сегодня за 30, у которых растут дети, не знают, кто такой маршал Говоров. Ну, мы знаем из Жукова, все. Да. Понимаете, я всегда гордился тем, что у нас самое лучшее образование. Я мальчишка, 10-летний, знаю, кто такой генерал Грант, генерал Ли. Да. А вот 10-летний мальчишка в американской школе не знает, кто такой маршал Жуков. Сегодня 10-летний мальчишка не знает, кто такой маршал Жуков в нашей школе. Я уж не говорю про несчастного генерала Гранта и генерала Ли. Да. Мы зачитывались с Фенимором Купером, мы знали историю Соединенных Штатов ничуть не хуже, а может даже и лучше самих американцев. Так, значит, смотрите, получается... И мы могли сравнивать, понимаете? Вот наша война, вот ихняя. Мы сравнивали, мы понимали, насколько мы сильнее. Духом там, всем остальным. Слушайте, тогда, может быть, пойти другим путем, Владимир Аркадьевич, для того, чтобы память осталась, память о войне. Может быть, действительно, ее пора переводить в другое, в виртуальное пространство в том числе? А почему бы и нет? Вы посмотрите на компьютерные игрушки. Все заварено какими-то монстрами, а чего не сделать игрушки по Великой Отечественной войне? Была одна старенькая, вполне себе ничего, игрушка. Мне сыновья играли. Ну да. Я просто к тому, что память должна давать всходы. То есть это один из вариантов. Ну да. Но самое главное, мы перестали читать. Это другая история. Мы перестали снимать кино. То, что сегодня снимается о Великой Отечественной войне, вызывает... Владимир Аркадьевич, вы знаете, я бы сказал, что у меня вызывают эти фильмы. Нет, ну грустно. Нет, люди стараются. Не-не-не, некоторые очень стараются. Очень стараются, но... Но чаще всего, это, знаете, это освоение бюджетов, как любят говорить у нас некоторые оппоненты. Что такое фильм о войне, в котором нет войны? Понимаете, когда просто стреляют, это не война. Нет, знаете, я сказал бы точнее. Что такое фильм о войне, в котором нет души? Души великого государства, великой державы. Понимаете, вот я приведу вам простейший пример. Я смотрел фильм «Девятая рота». Ну, мое личное мнение, я не увидел в этом фильме великой державы. А ведь в Афганистане мы чувствовали за своей спиной великую державу. Вот чувствовали. Что за нашей спиной стоит великая держава. Это придавало громадный смысл всему, что мы делали. А если великой державы нет, ну, что? Ну, вот смотрите, вот, коль мы перешли на современную... А уж если мы говорим о Великой Отечественной войне. Смотрите, ну, вот сейчас, например, наш президент стремится к тому, чтобы наша держава стала полноправным членом мирового сообщества. Чтобы с нами обращались не на «ты», а на «вы». И посмотрите, как вокруг все говорят, а надо ли нам это? Ну, естественно, это же убытки. А надо ли нам это? Да нам и так хорошо. Да, им хорошо. Да, вот я только хочу сказать, кому это хорошо. Кому хорошо. Во-вторых, если с великой державой, а Россия великая держава, не считаются, то они рано или поздно нападут. Это я уже понял. Вы знаете, изучая историю... Англосаксы ударят хотя бы ради любви к искусству. Да, да. Понимаете, ну, это их природа. Они же не могут пойти против своей природы. Они так созданы. Если есть возможность ударить, значит, надо ударить. Это же их пословица. Джентльмен может, джентльмен делает. Не может, не делает. Вот, говорят, вот, в Сирии американцы там сильнее. Да были бы они сильнее. Считались бы они с чем-то. Ни с чем они считались бы. Во-вторых, ну, президент делает, конечно, колоссальные усилия. Учитывая те ресурсы, которые несопоставимы с тем, что было в Советском Союзе. Ничего страшного. То, что было в Советском Союзе, наши ресурсы, конечно, гораздо скромнее. И то, что он сделал за последние годы, это колоссальный рывок вперед. Но, как высказывают мнения мои товарищи, в том числе те, которые носят погоны, я с ними согласен. Может, хватит играть в Ката Леопольда? Да. Может быть, действительно пора прекратить это. Я не говорю, что нужно начинать Третью мировую войну. Но разок по рукам дать не мешало бы. Так хорошо дать по рукам. Ну, понимаете, в чем дело? Вот, ну, мы дали в Сирии по рукам некоторым. Ну, по крайней мере, ну, уж ладно этим. ИГИЛу. Ну, и мы же прекрасно понимаем, что ИГИЛа-то перчатка, одета на чью-то руку. Ну, естественно. Но мы не можем... Я понимаю, к чему вы говорите. Но, с другой стороны, опять-таки, даже ударив по ИГИЛу, опять-таки, что мы слышим чаще всего? Зачем мы туда пошли? Зачем? Лучше бабушкам бы дали пенсии. Ребята, у бабушек были пенсии. Что же вы страну-то разрушили, которая платила бабушкам пенсии? Ведь, на самом деле, это все, смотрите, а истоки все равно из истории. Потому что, если мы не помним нашу историю, если мы не помним людей, которые... Ведь уже все практически, ну, к сожалению... Да, еще немножко, и ветераны уйдут последние. Еще год, два, три, и мы похороним последнего ветерана, который еще может рассказать, как оно было на самом деле. Останутся их ученики, которые не застали войну, но прошли настоящую школу. Да меня еще ветераны войны учили. Но самое главное в этом, уже новое поколение вообще не знает, что такое война. Для них это компьютерная игра в большей степени. Знаете, я видел глаза молодых солдат и глаза курсантов военных училищ. Это те самые глаза нормальных русских солдат. Ничего никуда не делось. То есть, вот эта вот шелуха наносная... Вот у меня последние, перед выводом уже, пополнения в Афгани... Это вы в гриста имеете в виду? Да, разные солдатики. Первый поход в горы. И все это наносное слетало, как будто боевого не было. Оставались нормальные русские солдаты, независимо от национальности. То же самое происходит и сейчас. Дело в том, что вот эта вот генетическая память, которая восходит еще к железной стене дружинников Александра Невского и Дмитрия Донского, к этим лихим полетам гусар. Ну да. Да. И к Первой мировой войне, русский штыковой бой, который приводил в ужас и австрийцев, и немцев, и русский штыковой бой Великой Отечественной войны. Все это никуда не делось. Понимаете, ну вот русскость... Само понятие русскость это вообще что? Это национальность? Это биология? Или это взгляд на мир? Это самоощущение? Владимир Аркадьевич, я понимаю, к чему вы клоните. Я понимаю, что иногда действительно для того, чтобы армия поняла, что она действительно армия, что оружие это действительно оружие, его надо использовать в бою. Но безусловно мы не можем к этому ни призывать, ни мечтать об этом. Нет, безусловно. Но я понимаю, что внутри... Только идиот может мечтать о войне, потому что рано или поздно это удовольствие выходит из-под контроля. Гитар тоже мечтал о легкой прогулке? Конечно. В Европе у него получилось. Ему устроили легкую прогулку. А когда он пришел сюда, оказалось, что война. Это немножко другое. Но как нам сделать так, чтобы помнить о войне и не желать войны? Понимаете? И в то же время, чтобы наша боегатонность всегда была... Уинстон Черчилль как-то сказал, те, кто между войной и позором выбирают позор, получают и позор, и войну. Запад очень долгое время пользовался тем, что мы пережили самую страшную войну в истории, и очень долго фактически мемом в народе был, только бы не было войны. Только бы не было войны. И они постоянно... А вот вы так сделаете, а вот будет война. А вот будет война. Доваляйте. Войну хотите? Ну давайте. Я на них хочу посмотреть. Через пять минут после такого заявления. Уже все понятно. Уже на самом деле уже все. Отъедут сразу. Упаси Господь желать войны. Но если постоянно вот это вот прятать голову в песок, то рано или поздно они поверят в то, что они действительно сильнее. И тогда мы получим. И тогда я понимаю, что эти точечные операции, которые происходят сейчас... В Сирии? Да. Это правильная история. Конечно. Это защита наших рубежей. На дальних поступах. Да, дальних. На дальних поступах. А что, нужно под Москвой драться обязательно? Может, хватит? Для того, чтобы боегатонность армии... Дело даже не в боегатонности армии. Просто если падет Сирия, падет Иран. Ну, задавят. Я понимаю, да. А Иран — это Каспийское море. А теперь представьте себе Тамагавки на Каспии. Все, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Все, мат в один ход. Значит, их нельзя туда пускать. Мы себя защищаем. Причем здесь Асад? Ну, я сейчас опять возвращаюсь. Простите, что да, я как это... Пономарь. Возвращаюсь все время к нашей памяти. Но это, смотрите, если мы не будем помнить о том, что может привести Это замечательная фраза Черчилля. Мне она мне очень понравилась. По поводу того, что тогда война будет... Она и будет, и она будет с унижением. Тогда мы должны, наоборот, все время напоминать об этом. Правильно, так мы и напоминаем. Вот мультик, который Владимир Владимирович показал на послании Всевышнего собрания. Смеялись, критиковали. А мультик-то хороший оказался. Все кричат, да, это ерунда, да, это все. А тут, оказывается, правда. Оказывается, все есть, и все уже работает. Это на боевом дежурстве. И, наверное, показ этих, так сказать, мультиков предотвратил очень нехорошее событие. Уже не просто так их показал. Хорошо, Владимир Аркадьевич, чтобы перейти наш разговор в такую практическую плоскость. Нас слышат все россияне. Да. На территории всей нашей страны. А скажи, с чего надо начинать? Я понимаю, надо начинать в первую очередь с себя. Правильно. Вот с языка буквально сняли. Конечно, с себя. Нужно начинать с себя. Вот мы говорим, историческая память, мы пойдем завтра. Вот я пойду, например, со своей семьей на бессмертный полк. Пронесу портреты отца супруги, своего деда, других там родственников, которые были на войне и не вернулись. И вместе со мной и с моей семьей выйдут десятки миллионов человек. Ну, прошли мы. Пронесли. Дальше что? Ну, по крайней мере... А дедушка туда не спросит, внучок, а где держава, за которую я воевал? Вы что со страной сделали, внучата? Хоть кому-нибудь в голову придет рано или поздно? Ну, а Владимир Аркадьевич, вы же не Господь Бог, чтобы отвечать. Я не Господь Бог, чтобы отвечать за всех. Но если мой дед меня спросит, я ему чего ответить должен? Что? Вы сейчас воюете за свою страну, которой уже нет. И вы делаете свой долг, исполняете свой долг. Почему? Нет. Это же тоже правильно. Это вопрос. Смотрите, вопрос-то один. Вопрос-то опять о личном. Да. Вы сейчас настаиваете и отстаиваете свою точку зрения. И это ваш маленький подвиг по отношению к той стране, которой нет. Да не подвиг. Ну, не подвиг. Ну, просто... А как иначе? Ну, смотрите, ну, получается, что если каждый из нас будет защищать то, что ему ценно, то, что ему дорого, не бояться об этом говорить в прямом эфире. Понимаете, вот опять-таки тот же Твардовский в этом стихотворении писал «И если я по слабости солгу вступлю в тот след, который мне заказан, то вот как увижу, скажу слова, что нету веры им, то не успев их выдать повсеместно, еще не зная отклика живых, я ваш укор услышу бессловесный». Это он своим павшим товарищам обращается. Понимаете, не знаю, как кому, а мне есть чей укор услышать. Слушайте, мне тоже есть чей услышать укор. То есть многие друзья, с которыми я учился, с которыми я служил, вместе служил, остались в Афганистане навсегда молодыми. И я не могу себе позволить солгать вот в этом. Значит, смотрите, второе — это перестать себе лгать. Себе, для начала. Да, себе. Я говорю, не-не, мы говорим только о себе. И потом, понимаете, когда Конфуция спросили, как восстановить Великую Империю, после того, как Китай разговелся на Трицарство, он сказал, очень просто. Нужно на каждом базаре, значит, называть вещи своими именами. Вот нам насчет конфуционизма очень правильно указать. Да, я говорю, не-не-не, предателя. Я говорю, вы знаете, я иногда поражаюсь абсолютно народной мыслью наших слушателей. Они говорят то, что думают. Ну, это правильно. Потому что... А зачем нам Господь Бог дал не только свободу воли, но и свободу творчества? Для того, чтобы мы думали и творили. Творили что? Возникает вопрос. Я вот всегда своим студентам задаю вопрос. Вот творить что? Человек должен восходить. Восходить куда? Ну да, движение должно быть непросто справа налево. Восходить куда? Да. Ну, одна там девочка руку поднимает, она говорит, к Богу. Я говорю, правильно, другого пути восхождения нет. Но. Но Бог — это истина. А это уже каждый решает для себя. Главное, действительно, восходить. Восходить и к высшему разуму. Нет, истина у каждого может быть разная, потому что одни верят в Бог, другие в Аллах, а третьи вообще не верят ни в кого. Но истина... Вот самое страшное тех, кто вообще ни во что не верит. Это да. Потому что... Как или истин, которые безразличны. Да, атеисты — это искренне верующие люди. Просто они верят в то, что Бога нет. Но они же верят. Но они же верят. Они же верят. Поэтому с ними можно как-то разговаривать. Они тоже пытаются восходить. А вот в последнее время появляется масса, к сожалению, агрессивная масса людей, которые не верят ни во что. И вот это самое страшное. Мне кажется, это самое, да, действительно страшное. Я в одной книжке прочитал замечательную фразу, там, фантастические герои, правда. Но вот он говорит, я понимаю, враги их надо уничтожать. Там, люди нерешительные, в них надо вселять мужество. А что делать с идиотами? — Владимир Иванович, все-таки в преддверии этого замечательного праздника Дня Победы. Как вы думаете? А как вы отметить так, чтобы не было укор оттуда сверху? — Ну, это опять-таки каждый решает для себя. Ну, для начала нужно сохранить какую-то искру в самом себе. Во-вторых, сделать все возможное, чтобы сохранить страну. Один раз мы своим безразличием страну потеряли. Второй, сад номер, я считаю, пройти не должен ни при каких обстоятельствах. Прививка сделана. Потому как русский народ вне рамок государственности существовать не может. Да и никакой народ, собственно говоря, не может. — Да, конечно. — А русский народ в особенности. Что такое русская культура? Ведь в отличие от Запада, где мегарегулятором общественных отношений является право, у нас этим регулятором является культура. А культура — это очень сложное явление, частью которого является историческая память. — И вот я еще раз убеждаюсь в одной... — И еще я закончу мастер. Историческая память — это тот последний рубеж, за которым уже может не быть ничего. И если вот до этого рубежа доходит, историческая память становится очень статичной и очень мощной. — Владимир Аркадьевич, вы знаете, вы меня очень радуете. Вы меня радуете тем, что на самом деле вы призываете все время помнить о прошлом. И, естественно, это воспоминание о прошлом, я считаю, тоже абсолютно так. Это и есть наш ключ к будущему. При этом это прошлое не связано, опять-таки, с вами историками, а связано с моим сердцем. Вот если будет искра, если будет отношение, если будет вера, тогда никогда ни войны, ни проигравших не будет. — Да, древние китайцы говорили, если будущее сложилось неправильно, прошлое изменится. Мы не должны допустить изменения прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok